МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире новины Витебской области у студии Ганна Рустикова. Витаю вас. Команда участковых инспекторов Витебской области признана лепшей в Беларуси, а переможцем республиканского огляда конкурса лепший участковый инспектор милиции стал Сергей Тихонов за отдел внутренних справ Витебского района. Как не оси службы Наш Анискин, доведовся Сергей Мисурагин. Рабочий день майора милиции Сергея Тихонова начинается в 8-1 раненцы, но в кабинете он заявляется значительно ранее. Треба проглядеть десятки документов со зворотами граждан и зарабить шмот звонков, чтобы отримать необходимую информацию и узкоднить план работы. А лишь застей за все с прационного места его взрывает черговый крыль души. Просьба об допомозе у непростой ситуации. Да, слушаю. Ну да, да, у меня это помещено, вызов. Мне уже звонили. Выезжаю, скоро там буду. За перемогу в республиканском конкурсе участковому уручили ключи одного автомобиля, а лепакуль на свой участок и он добирается на старом авто. На конкурсе вручили ключи от новой машины. Пока еще и не дали. Ждем, готовимся. Но пока ездим на автомобиле, который выиграл в 2011 году мой напарник, Невдох Михайлович. С 2005 года мы постоянно работаем вместе, постоянно в паре, постоянно выполняем одни и те же задачи. Один одному поддерживает, помогаем. Один одному стремимся показать, на что мы можем, постараемся сделать лучшие показатели. Тем часом четыре километра до агрогородка Октябрьский, денясья службу Сергея Тихонов, мы переодолили за несколько минут. Тут проживают три с половой тысячи жихаров, а в летний период колькость насильства повелишивается вдвоя, потому что побольше находятся дачные участки. Нагрузка на участкового так само возрастает в несколько разов, а вот что допомогает в работе. Он старается более справедливо подходить к людям. Он здесь родился, он здесь живет, он знает этих людей. Добро, коли кожный жихар тебя ведает, и ты так само в курсе справа одновязковцу, это надое додатковой отказности и стамулюя належно выконовать свои обовязки. Работа участкового, она и так сама по себе, с одной стороны, очень интересная, с другой стороны, на самом деле, она очень сложная. Не зря говорят, что участковый инспектор, это как универсальный солдат, потому что служба участкового инспектора, она охватывает деятельность всех служб в Витебске, ну, РОВД, всей как бы милиции. Зачастую участковый инспектор первым приходит на эти даже семейные скандалы, на пьяные драки, на правонарушения, административные правонарушения, на преступления. Правдивость этих слов нам подтверждили Жахарая Грогородка и коллеги Сергея Тихонова. Стиглы отказны, надеянны, никому не отмоляя, и про любом взвороте окажет допомогу. Он очень отзывчивый, по первому зову придет на помощь, не говоря уже там в любое время, выходные ночью, поздно, утром рано. Сергей Валерьевич отличает профессиональное отношение к делу, всегда поможет, всегда подставит плечо, пользуется заслуженным авторитетом среди коллег и у населения на обслуживаемом административном участке. До этой перемоги Сергея Тихонову ишел три годы. Двое, что он займал третье место, а не только соправданный профессионал своей справы может добиться ожидаемого. Сергей Мисурагин, Ян Пшельников, Новин Витебск. Рамонт подъезда в шматкватерных домах салком проводится за сродки ЖХРОЛ. С минулого года уступила усилу постанова Министерства жилево-коммунальных господарки об установлении пераликов видов работ по бегущим рамонте жилевого фонду и парадку покрытия фактичных затрат на бегущий рамон жилевого фонду. В этот список вошли и места огольного корыстания. Сегодня на балансе областного управления ЖКГ 2700 подъездов. 150 рамонт уже сделаны. По тех подъездах, которые потребуются работы, составлена кошторисная документация. В середнем рамонт к кватерной и маленьком обойдется от 500 до 1 миллиона 300 тысяч рублей. Тот механизм, когда люди сами занимаются ремонтом, финансируют, позволит сберечь в дальнейшем то имущество. И я считаю, что подъезды будут эксплуатироваться надлежащим образом. То есть, ну, кто там проживает? Конечно, наши граждане, наши дети. То есть, если мы сами будем за это платить, соответственно, будет отдача в сроках эксплуатации конкретного имущества. Все зависит от желания людей. Можно сделать в идеальном состоянии, можно сделать текущий ремонт, просто простейший. Ну, мы, так сказать, не насаждаем, ну, извините за такое слово, какой-то ремонт. Ну, что люди захотят, то и делаем. Но делается для того, чтобы был нормальный порядок подъезда. Витябляне не отрымливаются докладной информации об долевом будовництве жилья. Виноваты забудовщики и выконкам и лишить прокуратура. По законодавству, люди, которые ожидают купить квартиру в новой будовле, мают право володать полной информацией в сфере долевого будовництва. Ее повинны размещать в сродках массовой информации, альбо по информационных стендах, выконавших и распорядших органов. Под час прокурорских проверок было установлено, что полные известки у этой сферы громадяне не отрымливают. На сегодняшний день долевое будовництво с протягнением сродка у громадян ожитивляются у Витебску, Новополоску, Бешанковинским, Витебским, Докшинским, Аршанским и Чашницким районах. Выявленные нарушения заключались в том, что на интернет-сайтах исполкомов не было необходимых сведений о организациях, которые осуществляют это строительство. Не указывались сведения о том, в строительстве каких объектов принимали участие застройщики, о том, в какие сроки осуществлялось это строительство. Не всегда указывались сведения о цене квадратного метра жилья и другие необходимые сведения. Подобные нарушения законодательства выявлены в городе Витебске, городе Новополоцке, Чашницком, Аршанском, Глубокском и других районах. По результатам проверочных мероприятий приняты меры прокурорского реагирования. Дальше на Витебске за пять месяцев этого года инвестиции в будовництво жилья заменьшились в поравнании с аналогичным периодом минулого года. И как выник, у эксплуатации вяли 103,7 тысяч квадратных метров жилья. Это 87% до уровня минулого года. Пасвильский винзавод не выплатил державную казну только за 2014 год больше за 40 миллиардов рублей. Криминальная справа ускоряется на удочинении до службовых особ предприемства. Покарание за такое злошинство, продуглеживая позбавление воли до 7 годов с конфискацией майомости. Проводится проверка на выявление аналогичных порушений и в иншие периоды работы винзавода. Проверка была установлена, что должностные лица в своем бухгалтерском учете предприятия вносили в регистры достоверные сведения, а исчисляли налоги правильно, а в налоговую инспекцию представляли декларации, содержащие заведово ложные сведения. Сумма исчисленного уплаченного налога, в которых занижалась в разы. В режиме «Узмоцненной готовности» 16 дней он состоится до открытия международного фестиваля мастерства «Славянский базар» у Витебску. Все лет он пройдет с 9 по 13 липеня. Полношная столица примет тысячи гостей. За их биоспеку и здоровье будут отказывать лепшие медики-ротовники-супросовники милиции. И они уже настроились на работу в режиме «Узмоцненной готовности». Пожарные провели специальное вучение, охудка допомога организовала дежурство додатковых бригад. Под обязанности в наступном материале. Ликвидовать надзвучайное здоровье, эвакуировать некольки тысяч глядачу и при этом не допустить паники. Специальное вучение в летнем амфитеатре ротовники проводили некольки джон. Отпрацовали десятки разных надзвучайных здоровьев, утемлеку пожар и навод поводка. Только на летнем амфитеатре будет работать порядка 20 человек работников МЧС. И 4 единицы техники – это ежесуточное при проведении концертов. Гостиницы, рестораны, фестивальные пляцовки. Уперед фестивальным в Витебску не только проводят вучение, а и проверяют готовность объекта упринять великую колькость людей. Проводится проверка объектов. Это и подъезды, чтобы были всегда свободны к объектам. Также на наличие первичных средств пожаротушения, на наличие и исправность системы оповещения автоматической пожарной сигнализации. У этой гостиницы, учав славянского базара, не бывая свободных номеров. За безопасность у готеля ручаются. А кроме сопрацовника у Министерства по надзвучайных ситуациях, тут будут дежурить и добрые охотники-дружинники. Будут назначены в выходные дни должностные лица ответственные. Если рабочий день, то все в планном порядке будет происходить. Дружина будет проинструктирована дополнительным образом. До особливого режима работы медики приступят с 7 липень. Учась фестивалю, ягу, удельникам и гостям, при необходности оказать допомогу, готовы 20 бригад. Пять их будут дежурить на центральной святочной пляце УЦИ. Додатково протягнуты бригады Зорши, Полоцка, Новополоцка. У основным причины выклика ухудкой связаны с высокой температурой поветра. У фестивальные дни для всех наступаясь пякотная пора. Юлия Устинова, Марина Романовская, Ян Пшельников, Александр Рындзин. Новины. Витебск. На грандиозный культурный форум Мастасту сберутся представники с 41 крайней света. Сустрять дорогих гостей готовы все службы, дай добро на посадку и Витебский аэропорт. Мы готовы. Мы работаем под Славянский базар, скажем, и днем, и ночью, круглосуточно, по заявкам авиакомпании. В прошлом году нашими услугами воспользовалось более 4000 пассажиров. Ну, естественно, вот эти чартерные рейсы на Анталию. Вот. И все остальное, заказные чартерные рейсы, так сказать, бизнесменов, гостей, просто по обслуживанию Славянского базара. Вот. Около 400 рейсов было выполнено именно вот такого класса. И гостей, участников Славянского базара становится все больше. Вот. И мне говорят там с руководством, что вы ожидаете, поэтому мы готовы, мы готовы. И будет выполняться на большем уровне. И еще один золотой медалью в скорбонку сборной Беларуси на первых европейских гульнях у Баку принес спортсмен Витебской в области Степан Попоу. Уроженец Слепельшины стал переможцем у боговой категории до 74 килограммов. У финальном поединку и он упромым и пероносным сенси взломал сопротивление азербайджанского сабиста Ислама Гасумова. Нагадаем, что до этого простовники Придзвинского края завоевали две серебряные бронзовую зногороду. На пьедыстал гонору снялись батутысты Миколай Казак, Владислав Гончароу и Ганна Гарчанок. Призеру и переможцы европейских гульню повиншовал старшиня Витебского облаканкама Миколай Шарснев. На этом наш выпуск завершенный. Я развитываюсь с вами. Всего доброго. В ближайшие сутки по в области шагается пираменная воблачность. Ночью на большей части территории. Днем местами краткочасовые дожжи у особных районах Навальницы. Весер полдневый с переходом на заходник 4-9 метров за секунду. Температура по ветру нашей плюс 9-14 днем, 19-20 шатыры тепла. У Весерска таксама шагается пираменная воблачность, краткочасовый дождь, Макшима Навальница. Температура по ветру нашей плюс 12-14 днем от 21 до 23 градусов со знаком «плюс». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова